Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, сегодня настал день эволюции, эволюции самого лучшего канала на ютюбе, канала BaseZone. Вы все прекрасно знаете, что у меня есть три канала, это BaseZone, BaseZoneLive и BrickZone. На этих каналах я рассказываю вам про разные, про конструкторы, про игрушки и про всякое такое. Но, друзья, так как у нас дорога на 100 ка и надо нам расширяться, я решил объединить три канала одним общим крутым фоном, но не этим. Сейчас покажу каким, ребята, подождите, подождите, сейчас я покажу вам. И сегодня устроим, кстати, мега-рандом битву, поэтому не прекращайтесь, прям смотрите, будет интересно. А вот, плюс ко всему, этот фон украла... Все, кто мог, его украл, как бы, ребята, ну, это особо не круто, но если нравится, конечно, берите. Просто кто-то со мной связался, ВКонтакте написали, можно возьмем. Я говорю, конечно, берите. Но канал Мисс Адриана Шоу вообще поступила, как я не знаю кто, просто взяла мой фон, сделала себе сзади этот фон, как бы, и такие, типа, все у них хорошо и прекрасно. Вот, поэтому, друзья, передавайте от меня привет каналу Мисс Адриана Шоу в комментариях. Ну и что, друзья, поехали. У нас сегодня радостное событие, и сегодня я покажу вам мой новый супер-мега-фон. Вы готовы, дети мои? Сейчас я покажу вам. Погнали, короче. А покажу... Смотрели, кстати, фильм Мстителей Эра Альтрона? Вот там было примерно то же самое. Итак. Фу, страшно-то как, господи. Нет. А вот такой, друзья, новый фон. Да, он не сильно много изменился, но, по крайней мере, теперь мой логотип B-Zone. Это знак качества. Он зияет на всю мою стену. Плюс стол-то расширился. Теперь мегабиты будут еще круче. Вот, соответственно, что еще в фоне изменилось? Какие-то элементы, да, снизу я оставил со старого фона, но все же он крутой. Вот, соответственно. А вот с левой стороны уже добавились более, или справа для вас, не знаю кому как, добавились более интерактивные элементы, такие как и Марвел, там, Человек-паук, и Лего, соответственно. Потому что объединение каналов на B-Zone я рассказываю и про... Опа! Косячок. И про Бэйблэйды, и про... Косяк в смысле, то, что я немножко неправильно сделал. Ладно. На канале B-Zone Life я рассказываю вам и про игрушки, и про Бэйблэйды, и про всякое разное. И про комиксы, в том числе, я буду рассказывать очень совсем скоро. А вот. А на канале B-Zone я рассказываю вам про конструкторы Лего. Поэтому здесь есть и Лего, и Бэйблэйды. Ну, Бэйблэйд там, конечно, большая часть. Ну, и, конечно же, комиксы, естественно, Марвел. А вот, друзья. Что ж, давайте я вам, наверное... Ну, я не знаю, как мы это сейчас с вами сделаем. Попробую я сейчас немножко камеру снять и показать вам фон целиком. Так. Я готов? Вы готовы? Так, смотрите, значит. Вот у нас тут что идет? Бэйзон. Конечно же, надо подписаться, пока не подписался еще. Вот там идут Бэтмен. Соответственно, Бэтмен. Фон, Биониклы, Человек-паук, какие-то ниндзяги. Здесь у нас Бэйзон, подпишись и всякое такое. Я уже подписан. Красавчики. Собственно, вот. Вот такой, друзья, новый фон. И вот такой, друзья, новый стол. Новый стол. А вот такой. Ну что ж, а мы давайте, наверное, сегодня поиграем на большой белой арене. На вот такой белой арене. И поиграем мы сегодня кем-кем-кем-кем-кем? Рандом-коробкой. И посредством монтажа я сделаю л-л-л-л. И вот так у нас случится, друзья. Ну что ж, давайте поиграем. Первые два соперника из рандом-коробки будут у нас. Год Валкери или Вальтерек В3 или Вальтерек В1. Ну что ж, интересные соперники на сегодняшний бой у нас. Первые правила, я думаю, вы все прекрасно знаете. Кто выигрывает, остается на ринге И сражается дальше А кто проигрывает, тот идет домой Играем здесь до одного очка В любом случае за взрывной финиш И за выбивание, и за остановку Итак, Вальтер отправляется домой А Гот Валтере даже не разобрался ни на одно деление Вот это необычно Дальше берем рандомно Вау, кто это? Крэш Рагнарек Итак, 3-2-1, вперед Вперед Гот Валтере вращается по округу А Крэш Рагнарек спешит занять центр Ну что, кто-нибудь сегодня у нас зарвется? Конечно же, Гот Валтере проигрывает И разбирается, ребята, на парочку делений А Крэш Рагнарек остается в центре ринга Как ни в чем не бывало Берем следующего соперника Не знаю, кто это будет Ого, легендарный Сприган Против Крэш А Крэш Рагнарек у нас куда-то улетел И чтобы потом вы мне не писали в комментариях, что я плохо запускаю Я этот бой переиграю Специально для вас Погнали Ого Опасное столкновение для обоих волчков Взрывной финиш для легендарного Спригана Ну что ж, друзья, отправим легендарного Спригана домой А Крэш Рагнарек остается единственным чемпионом Так, крышечка какая-то у меня Кто это? Ого, Думсайзер Давай дадим ему шанс и запустим его первым Вперед Почему-то у меня рактоворчик вылетает уже два раза подряд А это значит, что я запущу его еще раз Я не знаю, почему он вылетает Ого, я еще разломал этого парня Думсайзера Уничтожил просто Три, два, один Бейблей Бейблей Думсайзер атакует Почти вылетает с ринга Но Крэш Рагнарек еще держится в центре Что же будет дальше? Крэш Рагнарек проигрывает бой Думсайзеру Вот это было неожиданно Думсайзер почти разобрался Но все же выиграл этот бой Кто же будет следующим? О, это же рактоворчик Р2 Запущу-ка я его первым Поехали Вау, пошел гулять Думсайзер Но это было выбивание с ринга, да, друзья? Подозреваю Ладно, давайте-ка мы его остановим аккуратненько И положим на скамейку запасных А рактоворчик опять разобрался Ну что же делать? И улетел, друзья, куда-то улетел рактоворчик Но ничего Вот он, я его достал Итак Играем, друзья, следующий раунд Ого, Голден Зетахилес В последнее время Голден Зетахилес Проявляет себя не очень достойно Он просто взрывается А вот сейчас взорвал взрывным финишем Рактоворщика Р2 Кстати, друзья, у него правильные детали Напишите в комментариях Играем дальше Голден Зетахилес Остается на ринге А с его соперником становится Кто его становится соперником? Вау! Кинкербиэлс Три... опа Три-два-один Гоу-шут Опа! Вау! А я слабее, ребят, запустил Ахилеса Потому что, ну, это было бы нечестно Если бы он сейчас выиграл Взрывной финиш От Кинкербиэлса, друзья Ну, как же так? Почему такой классный Голден Зетахилес Проигрывает? И кому, да? Кинкербиэлсу Я поражен Я поражен, друзья Соперником дальше будет Оу! Виктори Валкири Три-два-один Гейблейд И Виктори Валкири Легко и изящно выбивает Кинкербиэлса За пределы ринга Тормози-ка, брат Следующий раунд Кто это? Вау! Голден Кскалибур Три-два-один Бейблейд Бейблейд Вау! Опасное столкновение От Кскалибур Для Виктори Валкири Взрывным финишем Заканчивается данное мероприятие Кскалиус отправляется Домой к мамочке Играем дальше О, хочу Крэссатана Увидел Крэссатана Хочу Крэссатана Поехали Три-два-один Вперед Вперед Вау-вау-вау-вау Полегче, полегче Виктори Валкири Она наносит Кучу-кучу-кучу Маленьких атак Но Крэссатану Будто все нипочем И Да ладно Виктори Валкири Одерживает победу В этом бою Ничего себе Кто же будет ее Следующим соперником А-а-а Вау Это же мой любимчик Скалибур Икс 2 Очень классный Сейчас он взорвет Виктори Валкири Погнали Так Несколько ударов Да вы что Да вы что Он проиграл Я никогда не видел Что он проигрывал Но видел Но этого неправда Итак Играем дальше Виктори Валкири Пока остается Фаворитом Дальше Ого К Скалибур Опять огни К Скалибур Пошли Вперед Вау-вау-вау Сильник Скалибур Собирает все Все углы Арены А Виктори Валкири Что ни почем И на последних Секундах Она его Взрывает Это было Очень круто Друзья Да Согласитесь Было очень круто Итак Виктори Валкири Выбирает Свою следующую цель И это будет Что же там будет Я даже не знаю Не знаю О Гигагайанон 3-2-1 Бэйблейд Вперед Вау-вау Какие были Опасные Соткновения Почти вылетела Валькирия За пределы Ринга Но Что происходит Удивительно Она останавливает Гигагайанона И остается В центре Ринга Следующим соперником Ее будет Рактавор Да что же Попадают Одни слабаки Для Виктории Валкири Но ничего Так интереснее 3-2-1 Вперед Вау-вау Да Только я сказал Попадать В лаке Виктории Валкири Как вот Простой Рактаворщик Одержал Победу Против Виктории В Валкири И упал И упал Вот он Наверняком Вот следующим Будет Вау-вау-вау-вау Это же Орб Эггис 3-2-1 Вперед Зафиксировал Саурф Эггис Рактавор Пытается сбить Его стойку Получится ли у него Или нет Узнаем Прямо Сейчас Микроатаки Наносит Рактаворчик И взрывным Финишем Одерживает Победу Орб Эггис Это было Ну неожиданно По крайней мере Играем Следующий раунд Орб Эггис Против Я не знаю Кого 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 Вау Против Одакса Итак 3-2-1 Вперед Орб Орб Эггис Как скала Занимает Ринг А Одакс Пытается Наносить ему Удары Но Получится ли У него Прорвать Защиту Орба Эггиса Или нет Узнаем Прямо Сейчас Сможете Взорвать Его Орб Эггис Или Перекружить Или что Победил У нас Друзья Орб Эггис Ну что Давайте Сыграем Последнюю На сегодня Битву Это будет Орб Эггис Против Вот это будет Необычный Бой И так Три Два Один Бэй Блейд Вперед Блуди Лангинус Не спеша Прогуливается По кругу Ринга А Орб Эггис Занимает Его Центр Вы слышите Каким звуком Шибуршит Блуди Лангинус Я слышу Несколько Атак Проходит Поверху Лангинус И Проигр У нас Друзья Ничья Вот такой Классный Нотик Мы сегодня Заканчиваем Данный ролик А вы обязательно Подписывайтесь На канал Расскажите Всем про Мой новый Фон Ставьте Лайки Нажимайте На колокольчик Где-то он Находится Смотрите Конечные Наставки Все Всем спасибо Всем удачи Всем пока